Продолжение следует... Спасения подтвердились. Местный леший увел кого-то в свои владения. Уже несколько дней крестьяне пытаются найти пропавшего мужика, но ни дорожки, ни молебны им так и не помогли. Вы решаете найти пропавшего самостоятельно и сворачиваете с дороги, продолжая при этом идти по направлению к Пентегу через лес. Кто знает, может там вы его и встретите. Но надежды не оправдались. Вместо крестьянина по тракту бредут несколько задумчивых лесных духов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают. Тоже за травами пришла. Могу продать тебе и своих запасов. Могу продать тебе и своих запасов. Могу продать тебе и своих запасов. Здорово. Что застало, то нуток. И тебе того же, кумушка, дай бог. Ох, спасибо, что пришла, Васька. А то я вся извелась. Вот гляди, станок мой. Днем-то ничего, а вот ночью. Ой, господи, аж азынок взял. Сидит она, смотрит на меня, глаз не сводит. И все за станком. Шур-шур, шур-шур. Давно у тебя этот бес завелся? Да ты чё, Васька, упаси бог. С неделю может. Я сразу к тебе. Кто как не ты поможет. А что такого было у тебя неделю-то назад? Да ничего не было. Уж не гадала я. По-черному тоже не ругалась. Только бога поминала. И не ссорились ни с кем? Мужик твой тоже? Да вроде и нет. Так ерунда. С плотниками ссора была. Они нам избу починяли. Чё это ты со знатками сваришься? Ой, да к чё? Им денег плати, угощения ставь, не напасёшься так. Так ты рассуждаешь-то? Ну вот тебя кикимора и задавит ночью. Ой, господи, помилуй, я не со зла, Васька, ты чё? Ладно уж, проведаю их. Вдруг они подсадили кикимору? Они неподалёку живут от Анбора, у реки Тартель. Только ты быстрее возвращайся. Ну а ну как меня ночью удавит. Вы подходите к станку и сразу чувствуете нечисть. Марьюшка была права. Здесь действительно посадили сильного беса. Есть чего бояться. Кикимора где-то здесь. Но где именно? Так просто не найти. Ладно, не бойся. Похоже, здесь расположена плотницкая артель, и работа кипит даже в этот час. Возле реки лежат венцы, видимо, для сплава по течению. Здесь же выстроены небольшие срубы, готовые к продаже и перевозке. Несколько плотников заняты делом у одной из новеньких изб. В стуках топоров вторит вашим шагам. Плотники увлечены своим делом и поэтому не обращают на вас внимания. Приятно пахнет свежим деревом. Вы осматриваете новые избы, но больше здесь глядеть не на что. Нечистой силы тут нет. Все бесы разлетелись подальше от шумного завода. Бог в помощь. Здорово! С чем пожаловала? Погоди, я ее знаю. Вот так встреча. Василиса, здорова! Ну, я тебя не забуду. Ты мне как мать родная. Я без тебя бы волком-то и бегал по сей день. Хошь верь, хошь не верь. У меня для тебя есть пряник тульской. Во! Я еще тогда понял, что ты девка баская, когда ты меня перепила-то. Вот моя артель. Во, какая ладная! Ладная-то ладная. Да говорят, ты бесов подсаживаешь хозяевам своим. Так ты сама из знатких. Бывает такое. Я, по-твоему, на смерть порчу сажаю за каждую обиду, ли чоли? На какую смерть? Я вообще с колдовством ничего не делаю. Так баловство одно. У Марьюшки Кикимора объявилась. Господи, Иисусе, так я ее напугать хотел. Куколку подсуну. Напугать-то тебе удалось, это да. Но если не прогоним Кикимору, то за ней, напуганный, бог посланника пришлет. Думал, обычная кукла. Купил ее у корабейника. Она как живая, с волосами гладкими была. То, наверное, человеческие. Ребенка некрещеного, умершего до сроку. Вот его душа и живет в той игрушке. Господи. Пойдем, Василиса. Я помню, куда куколку спрятал. Помогу найти. Вы возвращаетесь к дому Марьи вместе с плотником. Он испуганно просит прощения у женщины и указывает вам на укромную полку за печью. На скрытой полке вы обнаруживаете игрушку, затянутую паутиной. Она покрыта странными узорами, при взгляде на которые у вас начинает болеть голова. Застывший взгляд куклы полон ненависти, а голову украшает копна человеческих волос. Вы выгоняете всех из избы и разжигаете печь, которая вспыхивает синим пламенем. Чертите круг и бросаете куклу в огонь, а потом вспоминаете старые слова заклинания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Конечно, я понимаю. Но, возможно, вы захотите рассказать еще? Как будет возможность? Вы всегда можете найти меня в Чердане. Я остановился в гостином дворе. Надеюсь, до скорой встречи. Не нравится мне этот мужик. Наши тайны-то разболтат. Продолжение следует... Таких оказались и на вашем пути. Они осторожно перемещаются от одного дерева к другому, подбираясь все ближе к городу. Продолжение следует... Продолжение следует... Шумные городские улицы всегда казались вам странными. Голова идет кругом от переплетения человеческих судеб и невидимых для обывателей бесов. Так и сейчас. Один мужик уговаривает другого пойти в кабак. И в его намерении нет ничего доброго. Неудивительно, ведь на его левом плече уселся без устали шепчущий мелкий черт. Вы шепчете простой заговор, и раздосадованный бес покидает свою жертву. Мужик в недоумении крестится и прощается со своим собеседником.